Музей природы, тундры и охотничьего промысла был создан в поселке Чукурдах по инициативе общественности Алайховского луса, в основном усилиями старшего охотоведа Дмитрия Лебедева. Открытие музея состоялось в 1977 году. Из 1981 года музей входил в состав Якутского государственного Объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Эмилиана Ярославского на правах филиала. В настоящее время музей имеет статус муниципального. В фондах музея хранится более тысячи предметов естественно-научного собрания, археологические находки, предметы промысла, быта и этнографии, документы и фотографии. В экспозиции представлена природа тундры, история края, занятия, быт и культура местных народов. В частности, уникальные виды птиц, занесенные в Красную книгу, деятельность человека в природе, старинные орудия охоты и рыбной ловли. Хочется рассказать про основателя нашего музея Дмитрия Алексеевича Лебедева. Он давно мечтал, идея появилась, когда он посещал музеи страны, разные музеи, и подумал, почему бы тоже не сделать так, чтобы показать красоту тундры, историю края. И вот он начал собирать у населения, у себя там у него тоже было. Население очень поддержало, он доказывал, что важность этого дела. И музей, и население поддержало его, и дарили, даже советовали, как что делать, естественно. И вот это вот такое мы бесценное наследие имеем, благодаря Дмитрию Алексеевичу Лебедеву. Вот исследователи севера, севером интересовались издавна. И вот как раз экспедиция Толя, участник, житель местный. Всем экспедициям помогали, естественно, местные жители. Вот тут карта очень хорошая, показывающая от 17 по 19 век, какие экспедиции были в наших краях, кто и когда был. Впервые о старинных людях, о русских людях. Вот Владимир Зинзинов, полицильный, который прибыл в Русское Устье, наш край, у Восточно-Сибирского моря. Вот он и пишет, старинные люди у Холодного океана. Даже для его, конечно, он был удивлен и быт, про экологию, экономику, и вообще про местный народ писал. Не только про русскоустинцев, как он назвал, старинные люди у Холодного океана, как они оказались. Он там же и пишет. Он побывал в гостях у юкагеров. Ну и быт. За 9 месяцев он, конечно, с ними прожил рядом и все местное попробовал. Это первое упоминание, да? Это, считай, что первое упоминание русских людей, русскоустинцев, он открыл русскоустинцев миру. В 12-м году он прибыл, даже для его уха эта речь местных людей была немножко непонятна. И он там пишет в своей книге. Несомненно, это речь центра России 17-го, если не 16-го века. Первые русские прибыли, говорят, убежали от горя притеснений Ивана Грозного. Это были моряки, которые знали, куда уйти далеко, чтобы их уже ни на царскую армию не брали, 25-летнюю, да? Они не собирали, и они вот приплыли. Это были, значит, моряки, раз такую экспедицию собрались, и они облюбовали нашу землю. В 1638 году другая уже экспедиция Ивана Реброва прибыла в 1638 году и поставила точку на российской карте. Сычагурда начался в 1936 году, начался с постройки большой больницы, которых в Заполярной вообще не было таких больших больниц. В 1935 году начал строительство молодой доктор Мокровский Сергей Павлович. Это история, историю, как это все строилось, как все это начиналось, мы очень хорошо знаем с переписки Сергея Павловича с преподавателем Тамарой Анатольевной Колпаковой. Вот у нас зал исторический, продолжение зала исторического. Те люди, которые за доблестный труд во время Отечественной войны, 1941-1945 годы, получали медаль, именно вот так называемый, за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. В 1946 по 1948 годы получили такую медаль, награду 269 человек. И 167 человек именно были холкозников, которые занимались подпроизводством оленеводства. Занимались наши пушная добыча, охотничьи и рыболовство. Это вот наши основные занятия нашего населения было. Стахановцев очень много было, еще до войны было 25 стахановцев у нас, именно промышленников, работников. У него даже прозвище Стаханов осталось, и до сих пор вот идет детям, внукам Алексея Алексеевича Слепсов, Алексея Алексеевича Слепсов. И вот труженики Трудового фронта, которые были, тоже работали, но не были награждены такой медалью. Все равно мы их вот чтим и вот собираем. До сих пор вот приносят последние фотографии. В этом зале экологии у нас представлена фауна, зимний период. В этом маленьком зале находятся даже, сказала бы, эксклюзивные такие редкие экземпляры. Вот это самый последний экземпляр. Овсы бык, четырехдневный, как сказали сотрудники. Вериляхским охотником промыслов-гадровым Иваном Лебедем в 1977 году был обнаружен вот такой бивень на реке Верилях. А нарисовал художник-костарез Иван Борцев с Уссалданского района. Он заслуженный, по-моему, работник культуры. Ну, тут как раз вся наша история рассказывается. На радостях, что солнышко вышло, у нас праздник встречи солнца. Хедя танцуем. Каталык, который в 70-х годах орнитологи всего мира изучают наши исчезающие. Так, и оленей тогда было много, около 25 тысяч по Аллайховскому району. Пушной промысл тоже был в почете. Ну, и рыбодом еще Аллайха. В 1969 году родной брат Ивана Лебедева, старший брат Спиридон Лебедев, обнаружил тоже на том же самом месте, в Аллахе, в общем, в Бериляхское кладбище, трехметровой длины бивень. И 68 килограммов было. Тот же Аким Бурсов-Косторец нарисовал историю всего, всей Якутии, наверное, нарисовал. Но назвали этот бивень красивый, священный Ильмень, историю Ильмень, вы знаете. А вот это вот, если это фото 70-го года, то это фото 2015-го года. Как раз к юбилею Победы тоже опять одалживали, музей одалживал. И вот до июня 2015-го года можно было наблюдать. В зале экологии у нас как раз показывает, Дмитрий Алексеевич показал, природу тундры весной, вот, например. Вот это вот лето. А во втором зале экологии мы потом увидим в зиму. Это он сам все чучело делал, да? Да, большинство он сам делал. Он начал, да, освоил профессию токсидермиста. Самообразованием человек занимался. Когда стал заниматься музейным делом, говорит, по неволе пришло стать и химиком, и биологом, и хтеологом, и орнитологом. А химиком, потому что вот эти все чучела же надо было обрабатывать химическим раствором. Поэтому они сохранились вот 45, некоторые 50, наверное, лет. Очень много птиц в нашем районе обитают, даже более 30 видов птиц, разновидности птиц. Вот прилетают даже такие незваные, ну, как бы гости из других регионов. Ну, и то у нас, например, вот белая чайка, стерхи наши зимуют в Китае. Дмитрий Алексеевич старался, чтобы все было как в природе. Птицы и звери находились прямо в своей среде обитаний. То же самое с рыбами, как будто они за аквариумом мы наблюдаем. Вот самая нижняя, это рыба, тоже совсем свежий экземпляр. Рыба с двумя ртами, нижним и верхним. Вот это тоже редкий зверь, говорят, даже в центральных районах нет. Речная выдра с мощным рулем, хвостом и перепончатыми лапками. Как живые. Такое ощущение, что вот-вот они взлетят, вот-вот они побегут по тундре. И вот диорама, задний рисунок, как раз говорит о том, что да, вот такая она тундра. Вот зима тут. Там была весна и лет. Белая северная сова, она молодая, вот такого оперения красивого. Потом она становится гор, вот такой, исчезает со временем. И становится в старости совершенно белой. Семесь рыжий и черно-бурой лисы. Хотя говорят, что черно-бурая лиса в природе не существует, говорят. Но это смесь, и как все метисовая, очень красивая лисичка, что и на рисунке красивая она, и вот сама по себе тоже. Даже знаем, кто это. Дети ходят? Уходят. Школьники ходят. У нас юный экскурсовод один выпуск уже был. Ресурсный резерват у нас открылся в нашем районе в 1996 году. В 1997 было вот открытие официальное. В прошлом году, в 2021 году, конечно, с помощью Татьяны Гавриловны очень много проделала документов. Руководитель именно инспекции государственного экологического надзора по Аллаховскому району Татьяна Гавриловна Стрюкова очень много документации сделала. То есть сейчас, с 2012 года, это стало национальным парком каталога. Еще столько работы надо проделать, да? Привезли к нам овсы быков. Они адаптировались, размножаются. Сейчас говорят, вот инспекция охраны природы говорит, что их стало около 8-10. Зал истории и зал экологию прошли, музей природы тундры. И приходим, подходим как раз к охотничьему промыслу, чем занимались наши предки испокон веков. Вот, пожалуйста, тут черкан для ловли горностая, собачья упряжка, провила белого веса, ловушка для куропаток. Самый старый, старинный монет, старинная монета. 1760-го года. Женский якутский нож с длинной лезвией, потому что женщины раньше строгали строганину женщины зимой. А летом для женщин, это, конечно, они, русскоустинцы, например, называют, стряпаем рыбу, юколу делили. Не делаем юкла, стряпаем. Женщины стряпали, значит, юколу готовили. Одним движением длинного лезвия они могли вот такой пласт именно открыть для рыбы, приготовить, который не тоненький, чтобы филе было совсем маленькое, или не толстый. Не дай бог, там испортится рыба. Мастерицы вот так и делали. Одним движением длинного лезвия. Это якутский стенд. Якутский стенд, во-первых, показывает единственный вид транспорта наш, летний, ты, сахалы, ветка. Потом одежда. Одежду шили мастерицы совхоза Аллайховский по просьбе Дмитрия Алексеевича Лебедева. Он покупал у них, могут быть. Ну и предметы быта. Комара-махалка из волос лошади. Из волос лошади плели длинные веревки, потому что не все могли себе позволить заказать там в том же Зашиверске, например, вот такие. И поэтому они плели веревки длинные. Кроме этого, из хвостов лошади, из волос лошади плели целые сети рыболовические. Вот эту диораму особенно любят ребята, считают, что это по-современному 3D картина. Действительно, Дмитрий Алексеевич, основатель музея, он как раз хотел показать просторы нашей тундры. Охотники охотились на побережьях моря. Охотились. Собаки, например, самые главные собака – это вожак, который слушала команды каюра, хозяина. И потом, даже если немножко при маленькой пурге запорушила дорогу, вожак, хорошая собака, может довести до заимки, русскоустинцы говорят, до дома. Это у нас стенд русскоустинцам, посвящено русскоустинцам. Вот в таком одеянии девушки прибыли в 17-18, в начале 18 века. Ну и тульские самовары, чайники. У нас в городе Зашиверске как раз бойкая торговля была. Русскоустинцы по прибытии, конечно, очень много взяли в плане одежды, в плане еды. Основная еда у русскоустинцев была, конечно, рыба, раз они прибыли, рыбная земля. И края. И они даже рыбу называли нынче еды мало, например, если рыбы мало. И вот эту рыбу они толкли. Филе рыбы толкли на этой ступе пестью до однородной массы. Тогда не у всех была, конечно, мясорубка была, и до однородной массы толкли до филе. Образование, до фарша образования, до тела, до однородного. Поэтому так и называется тельное блюдо. Толкли и готовили свой рыбный пирог, состоящий сплошной из рыбы. Немножко только припорашивали мукой. А еще на этой ступе очень хорошо делали юколу. Называется блюдо борча. Юкола просушенная, еще и прокопченная. Она долго сохраняется, до весны. И вот эту такую прокопченую юколу толкли, отделяли от кожи. И она отделялась по волокнам. И было такое мягкое, прямо такое блюдо. Его еще заправляли, конечно, рыбьим жиром. И вот это вот как раз и носили с собой и охотники, и рыбаки. Это и венский стенд у нас, показывающий тоже предметы быта. Инструменты обработки меха оленя. Ну и сами уже одежды. У них рисунки были именно показывающие треугольные жилища, свое жилище орнаментировали. Лица куклам делал Дмитрий Алексеевич сам, из Папея-Марсье. Поэтому, может, вы обратили внимание, что они все русско-устинско, например, там якутские. А вот тут вот именно даже черты лица, вены, юкаагеры, которые населяют наш Улус. А вот это очень функциональный комбинезон, который показывает тут на связочках. Они же кочующий народ, оленеводы. И вот когда кочующий народ за оленями едут, ребенок там сидит, и очень быстро переезжают на новое место, очень быстро они ставят свои жерди, тордоха, дом готов за полчаса. И этому ребенку они меняют памперс. И чистый экологический памперс, можно сказать, что они придумали, это народ придумал. Мох собирали женщины и большие дети летом, обвязывали тряпочкой и, пожалуйста, клали ребенку вот сюда. Это очень функциональный комбинезон. Это находка Ивана Васильевича Иванова, который он обнаружил на реке Шаманово. Были спасены, место Шаманово. Это недалеко от поселка Чокурда, 80 километров всего лишь. Он обнаружил его в 1997 году. Конечно, заинтересовало. Вот такие тоненькие лиственницы и такое вот огромное. А через 7 лет он поехал на ту же местность. Это дерево уже сгнило и упало. У нас в районе имеется 4 наслега. Про одно село, старинное в русской устье, поселение рассказала. А вот второе – Берелях. Берелях, они все, хоть и 4, мало, но отличаются друг от друга. Вот про Берелях, например, он чем знаменит? Он знаменит тем, что недалеко от этого села обнаружено вот такое сохранение, скопление мамонтовых костей. Уникальный по своей сути и красоте музей Аллайхи – это настоящий кладезь информации, исторических данных жизни и истории жителей района. Сегодня музей расположен в ветхом здании и нуждается в реконструкции в новых просторных и светлых экспозиционных залах, в новых хранилищах и запасниках, отвечающих современным стандартам и технологиям. Это мечта не только работников музея, но и всех жителей района. Надеемся, в скором времени музей обретет новое здание и будет радовать не только жителей республики, но и всех гостей интересными и познавательными экспонатами. Субтитры создавал DimaTorzok